В ходе коллегиального заседания Джаиловского района были поставлены две задачи. Сначала Аким района дал информацию о проделанных работах за 2020 год, куда были включены отчеты промышленной отрасли, сельского хозяйства, здравоохранения и системы образования. За 2020 год основной привлеченный капитал. Инвестиции составили 1,5 млрд сом, из которых 500 млн сом – прямые инвестиции международных инвесторов. Также были международные гранты и проценты для местных жителей. В Джаиловском районе имеются множество различных предприятий. В 2020 году промышленные предприятия произвели продукцию на 98 млрд сом. Но показатели были снижены в связи с пандемией коронавируса. Полпредобласти, который принимал участие в коллегии, поинтересовался деятельностью нефтеперерабатывающего завода Джунда. Мы проводим переговоры с компанией Джунда. В 2020 году он полностью не работал. Во-первых, из-за того, что специалисты не смогли приехать. Во-вторых, карантинные ограничения. Как вы знаете, они хотели перейти на продукцию Евро-5. Поэтому они рассматривали выделение финансовых средств. По их информации, до середины марта они работать не будут. Сырье тоже привозится отдельными частями. По выше отмеченному району имеются более 600 средних и малых бизнесам, такие как пекарни и швейные цеха. И стоит вопрос о необходимости привлечения зарубежных инвесторов, в результате которых появятся рабочие места для местного населения и улучшится социально-экономическая ситуация района. «Мы сейчас будем проводить переговоры с регионами других государств для того, чтобы можно было проводить взаимовыгодные работы. В районе есть город. Он должен быть на уровне статуса города. Для этого нужно проводить множество работ и стараться лучше». В ходе коллегии руководителям и главам Аильны Хаймаков были заданы вопросы. «Перегожден по делам, в правой доступности принес мне кажется что это у нас неизвестно. «Ниевы, аэрия, вас очень вы驚 물어� ocasion», « Anyways я не покажу. После прослушанных докладов было принято решение об ознакомлении с проблемами на местах и нахождении пути их решения. Также с участием полпреда Чуйской области прошла коллегия Соколукского района, в ходе которого обсуждались работы, проделанные за прошлый год и были озвучены ряд проблем региона.